Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Контроль качества. В Чебоксарах обсудили стратегию и практику успешного бизнеса. Некомфортная комфортная среда. Как реализуется федеральная программа? Дорогое наследие. В Чуваши отметили 125 лет со дня рождения композитора Степана Максимова. В Чебоксарах прошел традиционный межрегиональный форум стратегии и практики успешного бизнеса. Он посвящен Всемирному дню качества. Сегодня ведущие эксперты обсуждали актуальные вопросы в области качества продукции и услуг. Лучшая реклама любого товара, его качество. Это выражение известного английского предпринимателя Томаса Дьюара сейчас актуально как никогда. Насыщенный рынок товаров и услуг, высокая конкуренция. Все это характеризует современный бизнес. Качество, конечно, это инструмент продвижения продукции в этой конкурентной среде. Это вы сами все это знаете. И вы правильно используете эти инструменты. Три кита обеспечения качества. Это метрология, стандартизация и сертификация. Последняя бывает обязательной и добровольной. Но обе они несовершенные. Эксперты нашли выход. С начала этого года в России стали вводить национальную систему сертификации. Ее главный принцип – прозрачность и открытость всех механизмов. В полном объеме она должна заработать в будущем году. В ней производители на принципах добровольной ответственности могут подтвердить соответствие качества изготавливаемой ими продукции и оказываемых услуг национальным ГОСТам. С запуска национальной системы сертификации, по сути, начался принципиально новый этап в деятельности государства по созданию эффективной системы подтверждения соответствия. Работа идет и в регионах. Поволжский клуб «Качество» – это площадка, где компании и предприятия ПФО вместе решают актуальные вопросы. Для чего мы объединились? Для того, чтобы делиться опытом, для того, чтобы помогать друг другу внедрять лучшие стандарты, в том числе это стандарты для органов власти и построение системы консалтинга и обучения. На тематических площадках участники форума обсудили вопросы создания высокопроизводительных рабочих мест и кадрового обеспечения, интеллектуальной собственности и метода визуального управления. По традиции лучшие предприятия организации республики получили награды конкурсов «Марка качества» и «100 лучших товаров России». Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Формирование комфортной городской среды. Все лето и осень в городах республики реализовывали эту федеральную программу. А когда настало время подводить итоги, выяснилось, что не такая уж среда получилась комфортная. Вместе с представителями Общероссийского народного фронта и Минстрой Чувашии оценивала отремонтированная территория Ольга Пырочкина. С середины ноября настало время подводить итоги реализации программы формирования комфортной городской среды. На сайтах муниципалитетов стали появляться вот такие новости. В Мариинском посаде торжественно открыли дворовую территорию. Мы приехали в этот двор по улице Николаева буквально на следующий день после открытия. Сюрпризы начались, как только вышли из машины. Рядом с канализационным люком обнаружилась дыра. Ну вот могу демонстрировать, что здесь глубина минимум 5 метров. И представляет она очень большую опасность. Вот там можно спокойно здесь провалиться. Ты никак не ограждена, да? Ничем не ограждена, просто закрыта маленькой дощечкой. Со стороны подъездов по программе отремонтировали проезды, обустроили парковку. А вот за домом должна была появиться спортивная площадка. Добро пожаловать на футбольное поле. Впрочем, футбольное оно, баскетбольное, волейбольное или полоса для прохождения препятствий, я не уверена. На вопрос, кто виноват, традиционный российский ответ. Погода чуть-чуть подвела. Получилось, что не смогли засеять травой, подготовить грунт для засевки газонной травой. Вот и получилась такая ситуация, что такой вид пока. Они будут доделывать? Обязательно будут доделывать. В этом году уже, наверное, даже расход семян получится. Нельзя государственные деньги тратить. Берем гарантийное письмо от подрядных организаций весной. При соответствующих погодных условиях эти работы будут завершены. Кроме дворовой территории в Марпасаде в программу в этом году попала так называемая общественная территория. Подвесной мост через реку Нижняя Сундырка, прилегающие к купелям дорожки и лестница. К ремонту моста даже не приступали. Мы уже привыкли ходить. Но мост, конечно, для бабушек, старушек тяжело ходить. Мне вот страшно. Он идет, шатается. Кто-нибудь падал у вас с этого моста? О, три случая было. Мостик-то плоховатый. Боимся, да, ходить по мостику. Но надеемся на администрацию. У нас сейчас подрядчики как раз собирают конструкции на предприятии. Как вы все знаете, мост делают зимой, когда воды меньше. То есть это специально? То есть это не подрядчик опаздывает, это специально? Нет, это все по плану, да, по плану идет. Что касается дорожек и лестницы, здесь, кажется, все готово. Впрочем, только кажется. И дело не только в опорах линии электропередач, которые грозят упасть в любой момент. Наступили, ступенька одна чуть не провалилась. Само состояние ДОСы, как думаете, долго прослужит? ДОСки года три прослужат, не больше. Ясно. Ну вот мы видим, что да, если кто-то ребенок, да, или пожилой человек проведет ладошкой, да, будет держаться. Да, можно просто даже занозиться. Шлифовальные работы должны быть. И все замечания, как бы, мы подрядчика заставим устранить. Если руководство Морпосада обещало заставить подрядчиков устранить замечания, то представитель администрации Новочебоксарска от комментариев отказалась. А вопросов было много. Так, во дворе по улице Винокурово после ремонта пропало два ряда старой тротуарной плитки. Я, конечно, понимаю, что вопрос финансовый. Там где-то плиток не хватило, отсюда сняли, туда увезли. Но, извините мне, это не решение вопроса. Все, что осталось после ремонта проездов, сложили на газон. А вот дворовый проезд по улице Жени Крутовой. Его должны закончить до 27 ноября. При том, что, собственно, ремонт еще и не начали. На сегодняшний момент, смотрите, уже есть очень много претензий и как к проектным работам, как к исполнителям, которые подрядились на эти работы. Поэтому на следующий год, я думаю, будет отбор более жесткий и подрядчиков, и проектировщиков. Я думаю, что мы должны, глядя на итоги этого года, на совершенно другой уровень увидеть на следующем году. По всем недоработкам муниципалитеты и Минстрой будут вести претензионную работу. Может, тогда городская среда станет комфортной, как было задумано. Ольга Пырычкина, Рана Гавелян, Республика. Не попробуешь, не узнаешь. Таким девизом идет по жизни семья Николаевых из Новочебоксарска. За любое дело они берутся с интересом, и потому у них все получается. В копилке награда даже титул «Семья года» города Новочебоксарска. Люблю тебя, мама, за что? Я не знаю. Наверное, за то, что дышу и мечтаю, и радуюсь солнцу, и светлому дню. За это, родная, тебя люблю. За небо, за ветер, за воздух вокруг. Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг. Это Макар. В свои пять лет Макар уже умеет читать, занимается дзюдо. Он живет в большой и дружной семье. Папа, мама и две сестры Милена и Полина. Милена, хотя и учится в третьем классе, уже определилась с выбором будущей профессии. Хочет стать радиоведущей. Можно будет рассказывать о чем-то, и потом это будет услышать все. Милена очень увлекающийся ребенок, говорят родители. Недавно решила поучаствовать в одном интересном конкурсе. И удостоилась благодарственного письма Общественной палаты России. В конкурсе «Гимн России понятными словами» нужно было из «Гимна России» выбрать те слова, которые тебе непонятны, и объяснить понятными словами. Семья Николаевых всегда вместе. Владимир и Ирина поддерживают детей во всех их начинаниях. История их знакомства началась со спорта. Они впервые встретились в бассейне. Я мужу не разу говорила о том, что просто с первого... Я, во-первых, влюбилась в первый взгляд. Это раз. А во-вторых, я просто глядя на него поняла, что передо мной настоящий мужчина. И до сих пор я так и считаю, что передо мной настоящий мужчина. Они вместе уже больше десяти лет. И за это время в семье сложилось много традиций, обычаев. В копилке воспоминаний много историй, забавных случаев, связанных с детьми. К примеру, Полина – очень творческий ребенок. Это моя мама. У нее тип мышления, она образами мыслей. Она даже говорит, когда маленькая она была, мы считаем. Дети как считают? Раз, вот так складывай. Она с Полиной считает и так. Они прочитают, например, надпись, а она скажет, какого она цвета. У нас как-то было так. Она была простужна. И она пошла в художественную школу. И оттуда вышла здоровый ребенок. Настолько ей нравится. Девочек Ирина называет своими помощницами. Девочек воспитывает в доме я. Он нисколько, он полностью меня поддерживает и не препятствует там, никогда не защищает. Если маму ругает, значит ругает. Если маму хвалит, значит маму хвалит. Так же и с МК. По профессии Ирина – воспитатель. Она заботливая, добрая, ну, будем так говорить, целеустремленная. То есть, если поставить себе задачу, цель, то она обязательно добьется. Талантливая. Самый лучший положительный пример для девочек. Я бы хотел, чтобы дочери были такие, такая же, как она. То есть, все вот эти качества, чтобы перешли им. Все свободное время Николаева стараются проводить вместе. Велопрогулки за Волгу, в рощу на лыжах. Если в поход, то всей семьей. По выходным культурная программа. Семья Николаевых – театралы. А еще их дом – почти живое существо, у которого есть свой день рождения. Каждый год 1 ноября дети и родители собираются за круглым столом и дарят подарки своему дому. Когда ему исполнился один год, он нам даже прислал письмо, где загадывал загадки по разным предметам на кухне и во всех комнатах. Он нам написал, что он сам живой. Мы сами придумали эту традицию. Мы отмечаем день рождения дома. Дом у нас живой. Он не любит, когда в доме ссорятся. Чтобы было чисто. Чисто, аккуратно. В доме у него много помощников. Под крышей этого уютного, теплого дома любят собираться близкие и друзья. Семейный барометр всегда показывает ясную погоду. Татьяна Трофимова, Арана Гавилян, Республика. Сегодня день рождения отмечает, пожалуй, самая известная актриса Чувашия Вера Кузьмина. Попускница Государственного института театрального искусства имени Луначарского. Она впервые вышла на профессиональную сцену более 70 лет назад. Прима Чувашского академического театра отмечает 94-й день рождения. Гордость Чувашии она создала палитру ярких образов, ставших классикой современного театрального искусства. Из огромного числа ролей можно выделить образы матерей из спектакля «Черный хлеб» Эльбекова, «Кровавая свадьба» Гарсия Лорки, «Нарспи» Константина Иванова. И уж, конечно, именно она воплотила образ чувашской матери. Нет ни одной семьи в нашей стране, которая не потеряла бы в этой войне своих близких. 27 миллионов человек не вернулись домой из той войны. Вера Кузьминишна удостоена многих наград. Она народная артистка РСФСР и СССР. Кавалер Орденов Дружбы Народов за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Медали за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Великая актриса и сегодня выходит на сцену на радость зрителям, которые считают ее творчество непревзойденным. А еще Вера Кузьмина долгие годы была женой и музой выдающегося чувашского поэта Петра Хузангая. В этот день, 118 лет назад, родился поэт-революционер, наш земляк Михаил Сеспель. Сегодня его вспоминали в одноименном сквере столицы Чувашии. Михаил Сеспель прожил совсем короткую жизнь, чуть больше 22 лет. В наследство остались пламенные стихи. Чувашский язык к сыну чувашскому, к морю. Около 60 произведений, которые вошли в Золотой фонд чувашской литературы, были изданы на многих языках. Вся поэзия Михаила Сеспеля пропитана горячей любовью к родине и постоянными тревогами за ее будущее. Его душа осталась в песнях. Исполнилось 125 лет со дня рождения прославленного композитора, нашего земляка Степана Максимова. В Чуваксарской музыкальной школе его имени проходит неделя чувашской музыки. О нем говорили, он не сочиняет музыку, он ее улавливает. Мелодии Степана Максимова просты, узнать их можно с первых нот. Именно это качество музыкант считал признаком настоящего таланта. Композитор, фольклорист и педагог Степан Максимович Максимов сделал многое для сохранения самобытной чувашской культуры. Родился он в 1892 году в простой крестьянской семье в селе Яншихово-Нарваши Янтиковского района. В его жизни было все и доброе, и жесткое. Родители-битняки переселились в Сибирь, а 15-летний Степан остался в Симбирске завершать образование. Мелодист за все брался с вдохновением и азартом. Всего им собрано более двух тысяч полюбившихся землякам песен и инструментальных произведений. Степан Максимов жил под девизом «Музыкальная школа должна служить Чувашим». Он сам лично ездил в глубинке нашей республики и отбирал, отыскивал одаренных детей. Также Максимов большое внимание уделял народной песне, чувашской народной песне. Ездил по районам Чувашской республики, собирал народные мотивы, народные песни. Впоследствии делал обработки. У него очень много сборников народных песен, которые вошли уже в классику литературы музыкальной. Очарованный красотой собранных среди крестьян мелодий, Степан Максимов писал свои первые гармонизации. Практически проверял их звучание в хоровом исполнении. В хоре мы поем очень интересные песни. Например, «Щельде Терна» мне тоже очень нравится. Там я пою второй голос. Второй голос как бы поддерживает всю песню. Друг музыканта, выдающийся чувашский композитор Федор Павлов писал о Максимове. Что мелодия, то красота, что мотив, шедевр. Степан Максимович сочинял для своих учеников, для уроков. Составлял и публиковал хрестоматии и сборники песен. Сегодня это востребованный материал для подготовки будущих музыкантов. 17 учеников школы имени Степана Максимовича Максимова стали студентами Московской консерватории. Среди них композиторы, музыковеды, скрипачи, духовики, пианисты. А Степан Максимович Максимов был первым представителем Чувашии, который в 1935 году закончил Московскую консерваторию. Чебоксарская детская музыкальная школа носит его имя с гордостью уже более 50 лет. Что есть в музыке такого чудесного, на что способна волшебная сила искусства? Выражение музыкальным языком внутреннего состояния стало для 10-летней Софии Степановой потребностью. Я люблю медленные песни играть, как вот эта песенка. Люблю чувашки, композитор, баха. Для души это спокойно. И когда тебе плохо, можно сыграть, тебе станет легче. Музыке Степан Максимов отдал всю свою недолгую жизнь. Но то музыкальное наследие, которое он оставил после себя, еще долго будет жить в сердцах людей. Рифат Фаткулин, Арена Гавилян, Республика. В Чувашии продолжается третий Всечувашский кинофестиваль «Азам». На разных площадках города каждый день показывают самые разные фильмы. 9 документальных, 7 игровых, 2 мультипликационных, а всего 18 лент. Кроме этого, есть и внеконкурсные картины. Режиссер Тансулпан Барукаева посвятила традиционному башкирскому костюму целый документальный фильм. Это бесценное достояние культуры любого народа. Глядя на него, можно узнать историю, нравы, обычаи местных жителей. Режиссер признается, что ее научно-популярный фильм – это своего рода путеводитель по эпохам и культурам, влиявшим на формирование традиционной башкирской одежды, начиная с каменного века и до наших дней. Я достаточно много лет посвятила изучение костюма и в какой-то момент поняла, что мне бы очень хотелось поделиться этими знаниями. В то время я уже была студенткой в Санкт-Петербургском институте кино и телевидении, и поэтому решила снять именно фильм. Потому что очень хотела ей показать сам костюм. Таким образом, получился такой фильм, он, скорее всего, даже научный исследовательский, нежели художественно-документальный. Башкирский женский костюм во многом повторяет костюм воина. В чем-то он даже похож на чувашский. Это отметили и зрители, и члены жюри. Из века в век такие вот все переходят. Конечно, красиво, конечно, хочется посмотреть. Но ведь у нас тоже такие красивые костюмы. Вот у нас бы тоже собрать такие же чувашские наряды. Работа каждого мастера – это демонстрация его мировоззрения, его познания жизни. Ну, если башкирский народ говорит о себе, о своем костюме рассказывает, как нам приятно вот это слушать, воспринимать и гордиться тем, что среди башкир есть такие, которые могут так широко, высоко, красочно рассказать о себе, о том костюме, который они одевают с глубокой древности. Лента Тансулпан Баракаевой уже имеет несколько наград. На кинофестивале в Стамбуле башкирский женский костюм получил одну из самых престижных наград. Стоит отметить, что и остальные неконкурсные фильмы тоже были отмечены на различных кинофорумах. Фильмы пользуются успехом, они не оставляют равнодушным людей. Люди плакали и возмущались, да. Вот некоторые фильмы о старшего поколения называют недоумение, да, и в то же время молодежь его встречает на ура. То есть это уже говорит о том, что фильмы не оставили равнодушными. Мы их специально включили, тюркское кино. В первую очередь они нам необходимы для того, чтобы сопоставлять, как мы снимаем чувашские режиссеры и как снимают наши соседние народы. В чем мы отстаем от них, в чем мы с ними наравне и в чем нам еще долго-долго надо много работать. Уже завтра мы узнаем именно тех, кто получит награды фестиваля. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Наша землячка Вероника Чумякова включена в состав сборной команды России для участия в молодежном первенстве мира по спортивной борьбе в Польше. Там выступят 8 россиянок, в числе которых и воспитанница Чувашской школы борьбы. Напомним, в прошлый выходной Вероника Чумякова в составе сборной команды страны стала чемпионкой открытого Кубка европейских наций Алроса. В настоящее время спортсменки вместе с наставником молодежной сборной Натальей Смирновой находятся на тренировочных сборах в Чебоксарах. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения уже завтра.